Долгожданная встреча президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина может состояться уже в следующем месяце. Об этом сообщает ряд средств массовой информации со ссылкой на свои источники. По данным источника газеты Times, все может произойти либо до, либо сразу после саммита НАТО. Он намечен на 11-12 июля и посещение президентом США Великобритании в середине июля. В свою очередь в Лондоне, как пишет газета, обеспокоены этими планами. Имеется в виду планами встретиться Дональду Трампу с Владимиром Путиным. В Москве информацию о подготовке встречи по традиции комментируют без особой конкретики. Как вы знаете, никаких официальных заявлений на этот счет ни из Кремля, ни из Белого дома не делалось. Пока нам нечего сказать. Если когда будем готовы, мы сделаем соответствующее заявление. Что касается газеты Times, то при всем уважении вряд ли она может представлять британский народ. Как бы то ни было, но ряд косвенных признаков указывает на то, что встречи действительно готовятся. Так, как ожидается уже на следующей неделе, в Москву приедет советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон. Эту информацию в Кремле подтвердили. Сама же встреча, опять же, по ожиданиям и по данным источников состоится в Вене. По информации, которую публиковали средства массовой информации, прошу прощения за тавтологию, в последние дни Владимир Путин в ходе недавнего визита в Австрию попросил канцлера Себастьяна Курца организовать встречу с его американским коллегой именно там, в Вене, где находится, кстати, штаб-квартира ОБСЕ. Если когда встреча состоится, она будет всего лишь третьей по счету в активе президентов Путина и Трампа, а потому особенно долгожданной. Как проходили и готовились две предыдущие встречи и как, вероятно, может проходить подготовка к третьей? Об этом поговорим прямо сейчас в студии моя коллега Нина Ильина. Нина, приветствую. Итак, как, собственно, вообще организуются встречи на подобном уровне президенты США и Российской Федерации? Это встреча, за которой следит без сомнений весь мир. На самом деле это правда. То есть встреча Путина и Трампа год назад на саммите 20-ки и на саммите АТС в Вьетнаме в ноябре к встрече Путина и Трампа было прикольно, пожалуй, больше внимания, чем к самим саммитам. Как организуются такие встречи на дипломатическом уровне? Есть два варианта. Это вариант первый. О встречах известно заранее. Как правило, за три недели до встречи посольство обеих стран начинают активно ее готовить. Встреча вносится в распорядок, в расписание. И активно и детально прорабатывается повестка этой встречи. Это то, что мы примерно видели год назад в Германии. Главы встречаются тогда с глазу на глаз, плюс переводчики, плюс еще могут быть переговорные команды. То есть такой большой состав делегаций. И второй вариант. Встреча не планировалась, как бы мы сказали, в обычной жизни произошла спонтанно. Но на дипломатическом уровне это означает, что она планируется за несколько дней. Готовится буквально на коленке, в торопях и может проводиться практически в любом удобном помещении, вплоть до кафетерия, на самом деле, например, где проводится саммит. Это как раз похоже на то, что произошло в Вьетнаме в ноябре. Там было несколько пересечений, официальной встречи не было. Что самое важное, запланированность, а также длительность, условные встречи не предопределяют результат. Самое главное, чтобы обе стороны были готовы. Та же встреча во Вьетнаме, хотя официальной встречи не было, но совместное заявление по Сирии было принято. То есть вот такой результат тоже может быть. Что-то произошло. Да, то есть самое главное, чтобы обе стороны были готовы к чему-то. Тоже хрестоматийный пример, когда были восстановлены отношения, например, Советского Союза и Израиля, буквально тоже дипломаты встретились, вышли, очень на коротке, может быть, даже там несколько минут было, вышли и сказали, мы восстанавливаем отношения. То есть запланированность и длительность встречи, результат не предопределяют. Я приводил сейчас уже цитату Дмитрия Пескова, пресс-секретаря Кремля. Он, как обычно, был не слишком конкретен в своих комментариях и действительно справедливо указал на то, что ни Москва, ни Вашингтон, ни Кремль, ни Белый дом на официальном уровне никаким образом возможности встречи пока не комментировали. В том смысле, что они говорили, да, она состоится вот здесь в такой-то день. Тем не менее, понятно же, что все в наши дни решают источники слива и слухи. Как на официальном и неофициальном уровне, что гораздо интереснее, согласись, комментируют это обе стороны? Да, российская сторона уже прокомментировала. На самом деле, американская сторона не сильно лучше в этом плане. Я обратилась сегодня в американское посольство в Москве и они меня перенаправили на брифинг официального представителя Госдепа Хизернауэрт. Ее брифинг, который она проводила во вторник, там ее спрашивали про этот же вопрос, и она сказала, что, конечно, мы заинтересованы в улучшении, в укреплении отношений с Россией, но никакой встречи, никакую встречу она пока анонсировать не может. Вообще, обращайтесь в Белый дом. То есть, на самом деле, такой условный молчок по обе стороны получается. Но при этом важно отметить, что похожая ситуация была и накануне тех саммитов. То есть, практически до последнего момента не было понятно, будет эта встреча или не будет. Я понимаю, что нет никакой возможности у нас залезать в головы Дональду Трампу и Владимиру Путину и делать какие-то выводы о их отношениях, которые у них сложились по итогам этих мимолетных встреч во Вьетнаме и не мимолетных, а полноценной вполне встречи в Гамбурге. Но, тем не менее, что мы можем сказать про взаимоотношения непосредственно Владимира Путина и Дональда Трампа, удалось ли им, не знаю, установить контакт. Мы помним заявления, которые звучали, когда президентом был Буш, звучало слово «друг» и так далее, и так далее. Мы с Бараком Обамой были, мягко говоря, менее теплые отношения. Что можно сказать про эту пару? Да, давайте посмотрим наглядно, как это все происходило, насколько между ними был установлен контакт и как именно. Возьмем встречу саммита 20-ки в Гамбурге. Год назад было две интересные протокольные особенности. Что такое протокол на дипломатических встречах? Это как проходят встречи и всякие ее особенности. Часто именно по таким деталям, именно такие детали могут очень много интересного рассказать. Во-первых, изначально встреча планировалась на 35 минут, а в итоге она затянулась на 2,5 часа. Для таких лидеров, важных действительно стран, как Соединенные Штаты, как Россия, это поразительная разница, так даже можно сказать. Обсуждались четыре главные темы. Ситуация в Сирии, в Украине, на Корейском полуострове, кибербезопасность. И к чему еще было приковано внимание, как именно эта встреча проходила. Язык жестов или body language, так называемый. И анализировали это аналитики по обе стороны. И самое забавное, что их... То есть главная просьба, кто доминирует? Кто альфа-самец? Даже так говорили при этой встрече. И самое забавное, что по одной встрече, там протокольная съемка, буквально 2 минуты. Их оценки расходились просто в противоположные стороны. То есть они смотрели, как президенты друг с другом поздоровались, чья рука была сверху. Как они сели. Например, так как Путин ниже ростом, аналитики указывали на то, что он расширял пространство за счет того, что положил руки на подлокотники. В то же время Трампу это не нужно было, он и так высокий. Кто из них был более уверен в этой ситуации? Как они друг на друга посмотрели? Тоже важный вопрос. Например, Трамп, когда обращался к Путину, смотрел прямо на него, а Путин на самом деле большую часть протокольной съемки взгляд скорее отводил. В итоге пришли к выводу, что, конечно, оба альфа-самца, но оценка расходится от того, с какой стороны вы происходите. Если вы западный эксперт, то, конечно же, Трамп был уверен, он рулил ситуацией. Если вы читали российские оценки этой ситуации, то оказывалось, что Трамп, конечно, хочет быть как Путин в России. Он хочет себя так же держать, он уступает ему по степени уверенности. Еще одна очень интересная деталь. Мы видели протокольную съемку, это буквально первые две минуты. Протокольная съемка, то есть встречаются два президента, буквально говорят, добро пожаловать, очень рад вас видеть. И после этого операторы уходят, да, и начинается настоящая встреча с закрытыми дверями. Вот мы видели две минуты протокольной съемки, на самом деле на саммите в Гамбурге была еще вторая, так называемая, секретная, как ее окрестили, встреча президентов на одном из ужинов глав саммита Большой Двадцатки. И это вызвало даже такой скандал, потому что, по данным американских СМИ, встреча была аж целый час, это очень много, и присутствовало на ней всего три человека. Трамп, Путин и переводчик Путина, что нарушение протокола. Должен был еще присутствовать переводчик Трампа. В итоге сначала американские государственные институты это даже отрицали, что такая встреча была, затем сказали, было всего 15 минут. И давайте послушаем, что Путин сказал о Трампе, какое впечатление у него сложилось после такой долгожданной первой встречи. Ну, а что касается личных взаимоотношений, я считаю, что они установлены. Ну, не знаю, как это прозвучит, но скажу так, как я это вижу. Трамп телевизионный, очень сильно отличается от реального человека. Он конкретный абсолютно. Абсолютно адекватно воспринимает собеседника. Быстро достаточно анализирует, отвечает на поставленные вопросы. Теперь переместимся в другую часть света. Вьетнам. Саммит в ноябре. А ТЭС. Встречи официально не произошло. При этом несколько раз они пересекались на разных площадках и вместе фотографировались. Почему встреча не состоялась, это была одна из самых таких спорных тем. И на самом деле вмешался опять протокол. Это связано было с графиком работы господина Трампа и с моим графиком. И с определенными формальностями протокола, с которыми нашим командам справиться, к сожалению, не удалось. Но будут наказаны за это. Будут наказаны, это стало легендарной фразой. Тоже очень интересный момент, как это объясняли источники. Встреча на саммитах происходит по порядку. Например, встречается российский и американский президент в Германии. И за каждой делегацией закреплены определенные помещения и комнаты, залы, где могут произойти встречи на таком уровне. В Гамбурге встреча произошла на американской территории. Это значило, что следующая встреча должна была произойти на российской. Но, как объяснял Песков, в том числе, комментировал, и Лавров, который, кстати, назвал даже американских дипломатов чинушами. Есть такое знаменитое видео, что обращайтесь вообще к ним, они не согласовали. Следующая встреча в Вьетнаме должна была пройти условно на российской территории, но команды не смогли договориться. И это было такое достаточно официальное объяснение, почему встречи не произошло. Ну и последний важный момент. Объясняли также американские эксперты, кстати, дипломаты, в том числе бывшие посылы, с которыми разговаривали. Разговаривало, что во Вьетнаме Трамп специально выбрал именно такую форму встречи, то есть отсутствие официальной встречи, и именно такую форму заявления. То есть у них же был принят документ. Вообще три формы документов принимают на таких саммитах. Самые важные это договоры, затем соглашения и только на третьем месте заявления. То есть оно, конечно, было принято, но из всей иерархии это самая низшая ступень, чтобы обезопасить себя. Что ж, будем ждать, состоится ли эта встреча. И если состоится, то какой у нее будет статус и какие документы по итогам будут приняты. Спасибо, Нина Ильина, моя коллега, о том, как встречались два альфа-самца, Дональд Трамп и Владимир Путин. Предстоящая встреча которых, если она состоится, конечно, пройдет на фоне ряда неожиданных заявлений, которые в последние недели сделал Дональд Трамп. Так он уже несколько раз высказывался в пользу возврата России в формат большой восьмерки. На закрытом ужине со своими коллегами по клубу «Семи», по данным издания «Басфит», заявил, что Крым российский, поскольку все на полуострове разговаривают на русском языке. Накануне Дональд Трамп в очередной раз заявил, что поладил бы с Владимиром Путиным. И это же он говорил неделю назад. Я думал, это все началось, когда кто-то спросил, хотел бы я видеть Путина в большой семерке. И я сказал, нет, он должен быть в большой восьмерке. Несколько лет назад Путин состоял в организации, которая так и называлась. Я считаю, что лучше, чтобы Россия была там, чем она была вне нее. Потому что как и с Северной Кореей, так и с другими странами гораздо лучше, чтобы мы лазили и сотрудничали. Так что это возможно. Как бы то ни было, как уже было сказано, высший Дональд Трамп и Владимир Путин в статусе президента встречались лишь дважды. И довольно коротко один раз, более подробно во второй. Но в любом случае им, несомненно, есть о чем поговорить. Какие темы будут или могут стать основными на такой встрече, обсудим прямо сейчас на прямой связи с нашей студией Нина Хрущева, профессор кафедры международных отношений университета New School в Нью-Йорке. Нина, я приветствую вас. Слышите ли вы студию RTVI? Здравствуйте, спасибо. Да, спасибо вам. Благодарю вас за то, что вы нашли время выйти в эфир RTVI. Как вам кажется, какая тема номер один, номер два и номер три, которые будут обсуждаться на встрече планируемой Трампа и Путина? Трамп человек непредсказуемый, поэтому может начаться с того, что он расскажет Путину еще раз о том, какой он совершенно потрясающий американский президент. Но если слушать и читать интервью Владимира Путина, которое он дал перед визитом в Австрию в начале этого месяца, они говорили о гонке вооружения. Это для них был очень важный вопрос. То есть согласно Путину это был очень важный вопрос. Так что, по идее, наверное, гонка вооружений и ядерное положение мира, по идее, должно быть первым вопросом их встречи. Поскольку это все еще происходит во время встречи НАТО, то я думаю, что вопрос НАТО и России тоже будет обсуждаться. Они НАТО и России начали опять какие-то общие встречи и разговоры. И я думаю, что это тоже должно стать одним из топиков для разговора. И третье, там уже дальше неизвестно, Северная Корея, как они проводят время. В каком-то смысле это примерно та же, я прошу прощения, что я перебиваю вас, это примерно та же повестка дня, что была, например, 32 года назад во время этой исторической встречи в Рейкьявике, Рейгана и Горбачева. Абсолютно, Тихон. Я как раз хотела сказать, что я вот слушаю себя и думаю, как практически ничего в жизни не изменилось, потому что мы также обсуждаем эту встречу Трампа и Путина, которая происходит после, будет, скорее всего, произойдет после встречи Трампа и Ким Джон Ун из Северной Кореи. И точно так же взахлеб думаем о том, вот какие они ядерные, какие интересные вопросы. Эти два, как сказать, сильных лидера, некоторые называют Путина диктатором, некоторые называют Трампа диктатором в Америке, они будут, и Ким Джон Ун, они будут обсуждать. То есть такое ощущение, что чем больше меняется мир, тем он больше остается таким же. Ну да. Скажите, вот мы сейчас с моей коллегой Ниной Ильиной анализировали встречи, которые уже состоялись у Дональда Трампа и Владимира Путина, и она цитировала аналитиков. И здесь, в России и за океаном, в США, которые оценивали, кто больше альфа-самец в этой паре, Владимир Путин или Дональд Трамп. Иначе говоря, кто сильнее сейчас, как вам кажется, кто с какой позиции будет разговаривать? Ну, вообще Америка, безусловно, сильнее. По всем статистическим параметрам это неоспоримо. С другой стороны, Путин все-таки был в этой своей ситуации, в которой находится президентская премьер-министерская уже 19 лет. Трамп все-таки, что называется, ньюби в этом положении. Поэтому Путин, конечно, альфа-самец больше, потому что у него больше опыта. Путин все-таки руководитель, у нас мало времени, мы не будем обсуждать его пиарные способности, но все-таки он руководитель еще старой такой закалки, где реалполитик существует. Трамп, безусловно, руководитель уже из области реального телевидения. То есть если вы предпочитаете кино, то тогда Трамп альфа-самец, у него пиар, он знает, как держать экран. Но Путин тоже не дурак и тоже знает, как себя пиарить и делать себе хорошие фотоаппотюнити. Так что здесь они могут быть равны и, пожалуй, соревноваться. Но Трамп выше, Путин ниже, что важно для альфа-самцов. Но я думаю, что оба лидера заинтересованы в этой встрече. И во всяком случае, если это будет официальный саммит, то в официальном саммите они будут, хотя и будут стараться показать, что один другого лучше, но все-таки будут более заинтересованы показать, что называется United Front, такой объединенный фронт. И как бы воплотить в жизнь соображение Трампа, что с Россией нужно и можно разговаривать. А для Путина это будет показ, что вот он наконец, и он на самом деле, вот сейчас он теперь и с Америкой тоже разговаривает. И поэтому он теперь, наконец, обратно признан мировым лидером, с которым все общаются, и теперь можно делать общую глобальную политику. Ну да. Есть две позиции, насколько я могу судить, на Западе. Одна из них заключается в том, что необходимо с Россией разговаривать и с Россией договариваться. Это, собственно, и позиция Дональда Трампа, который говорит о том, что надо пустить Россию обратно в Большую Семерку, сделав из Большой Семерки вновь Большую Восьмерку. Вторая позиция заключается в том, что пока Россия не исправит все то, из-за чего ее исключили из этого элитарного, как его принято называть, клуба, разговаривать в этом формате с ней невозможно. Как вам кажется, американское общество, американский политический эстеблишмент, насколько определился со своим отношением к тому разговаривать и встречаться с Владимиром Путиным, или же играть в полную изоляцию? Я думаю, не определился, безусловно. И также по-прежнему читаешь информацию, когда появилась информация, что, скорее всего, они встретятся в июле, во время визита Трампа в Германию и встречи НАТО, то огромное количество публикаций – это просто волосы в огне, и как же так, и нельзя встречаться. Так что нет, я думаю, они не определились. Но, тем не менее, реальность такова, что им надо или встречаться, или уже тогда решить, что с Россией никто не будет разговаривать. Трамп не может себе позволить с Россией сейчас не разговаривать, потому что Владимир Путин провел достаточно успешный саммит в Петербурге, на который приехали важные мировые лидеры, Эммануэл Матон. – Имеется в виду экономический форум, да. – Экономический форум. Приехал Шинзо Аби из Украины, приехала Кристин Лагард. – Из Японии. Я прошу прощения, что вас поправляю. Шинзо Аби из Японии, не из Украины вовсе. – Да, конечно. – Прошу прощения, большой аналист я перепутал Японию с Украиной, из Японии, безусловно. И это, в общем, был большой успех для Путина, потому что он опять выглядел как государственный стейтсмен. И сейчас, естественно, все прикованные к экранам телевизора проходят Мондиаль, проходит футбольный кубок. И тоже пока это все происходит довольно успешно. Поэтому, в общем, по реалполитик, безусловно, с Путиным разговаривать нужно. А Трамп сейчас встретился с Ким Джонуном, и он, как бы что называется, в такой полосе, что он встречается с теми, с кем ему советуют не встречаться. Я думаю, что Трамп как контррариан, как человек, который хочет быть в оппозиции общему мнению, для него важно встретиться с Путиным, чтобы показать, что и с Путиным он тоже может разговаривать. Это то, что я сказала, и вы, по-моему, тоже сказали, что им обоим они оба заинтересованы в том, чтобы встретиться. А общественное мнение в этом конкретном случае не так важно, потому что обоим нужно показать, что они это могут. Мне это напоминает немножко 1961 год, встречу Никиты Хрущева с Кеннеди в Вене, как эта встреча тоже Трампа с Путиным, скорее всего, произойдет в Вене, когда тоже со стороны, с той и с другой стороны, в общем, были опасения. И, тем не менее, эта встреча была важна, потому что, так же, как и с Путиным, теперь и с Трампом, все-таки сколько можно не разговаривать с другой стороной. Так что исторических подоплек. Исторических подоплек огромное множество, это правда. Благодарю вас на прямой связи с нашей студией. С вами была Нина Хрущева, профессор кафедры международных отношений университета Нью-Скул в Нью-Йорке. Долгожданная встреча президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина может состояться уже в следующем месяце. Об этом сообщает ряд средств массовой информации со ссылкой на свои источники. Так, по данным источника газеты «Таймс», все может произойти либо до, либо сразу после саммита НАТО, он, напомню, намечен на 11-12 июля, или посещение президентом США Великобритании в середине июля. Сама встреча, как ожидается, состоится в Вене. По некоторым данным, Владимир Путин в ходе недавнего визита в Австрию попросил канцлера Себастьяна Курса организовать встречу именно в австрийской столице, в месте, где находится штаб-квартира ОБСЕ. Многие в преддверии встречи Трампа и Путина, если она, конечно, состоится, сравнивают ее со встречей Михаила Горбачева и Рональда Рейгана в Рейкьявике в 1986 году, также в ходе Холодной войны, а называть нынешняя ситуация в отношениях России и Запада Холодной войной номер два стала уже общим местом, и также на, по сути, нейтральной территории. У нас в студии участник той встречи, переводчик Михаила Сергеевича Горбачева, Павел Палашченко. Павел Русланович, добрый день. Приветствую вас. Спасибо, что добрались до нашей студии. Много действительно в эти дни звучит сравнений, много звучит каких-то аналогий. Насколько вам, как участнику, насколько я понимаю, встречи сначала в Женеве в 1985 году, потом в Рейкьявике в 1986 между Рейганом и Горбачевым, насколько эти аналогии вам кажутся уместными? Определенная аналогия есть, но есть и существенные различия. Встреча Горбачева с Рейганом, первая встреча в Женеве, состоялась через 8-9 месяцев после вступления Горбачева в должность генерального секретаря. А здесь полтора года уже прошло после инаугурации Трампа. и только сейчас оказалось возможным организовать такую встречу. Ну, это можно рассматривать как большую неудачу дипломатии. Что столько времени прошло. Я думаю, обеих стран. Столько времени прошло с момента вступления Трампа в должность, инаугурации, и встречи были на полях. В общем, на полях, а одна даже, как кто-то сказал, на ногах. На полях, на ногах. Да, они даже не сели нормально за стол переговоров, чтобы как-то побеседовать. Это ненормально, это свидетельствует об уровне отношений. Ну, и до некоторой степени, я думаю, свидетельствует о неудаче дипломатов обеих стран. Я думаю, что аналогия с Рейкьявиком вообще не подходит. Не подходит? Если есть аналогия, то, пожалуй, с Женевской встречей. Женевской встречей, но вот с этой оговоркой. Скажите, а вот насколько и Женевская, и встреча в Рейкьявике, хотя вот интересно, что вы сказали, что встречи в Рейкьявике, как аналогия, не подходят совсем, потому что наверняка вы и сами видите, что как раз большинство комментаторов именно ее упоминают, но да ладно, это просто ремарка. Насколько те две встречи были важны как символический акт, или содержательная составляющая также была осуществлена? Женевская встреча имела большую содержательную составляющую, Рейкьявикская еще большую, но если говорить о Женевской встрече, то там некоторая драма была вокруг того, что американцы не хотели в ходе подготовки этой встречи, не хотели какого-то совместного заявления. А советская делегация приехала, тем не менее, в Женеву с проектом совместного заявления, и в конце концов, это было решение Рейгана, было решено поработать над таким совместным заявлением, поскольку встреча длилась два дня, то успели его согласовать. И там содержалось важнейшее заявление, которое, как мне кажется, надо бы повторить нынешним президентам, а именно, что ядерная война недопустима, в ней не может быть победителя, стороны не будут стремиться к военному превосходству. И вот то, что в Женеве удалось принять такое совместное заявление, а помимо этого там было много другого, там были договоренности по аэрофлоту и американским авиалиниям, договоренности о расширении студенческих обменов, культурных обменов, и другие, в общем, полезные вещи, придало этой встрече, мне кажется, очень серьезное содержание. Ну а Рикявик – это разговор о мире без ядерного оружия, это договоренности по основным параметрам будущих договоров по стратегическим наступательным вооружениям, по ракетам средней и меньшей дальности. В Рикявике, по сути дела, определились параметры процесса сокращения ядерного оружия на годы вперед. – Скажите, вот интересно, вы сказали, что тот факт, что за полтора года президентства Дональда Трампа так и не состоялась полноценной встречи, и то это на саммите где-то, то они встречаются под лестницей на другом саммите или в коридоре, полноценной встречи нету, и вы говорите, что это свидетельствует о том, что недостаточно хорошо работают дипломаты. – Нет, я сказал, что это неудача дипломатии, это не значит, что они плохо работают. Это значит, что в этих политических условиях им не удалось договориться о встрече. А попытки такие были, это общеизвестно. Были попытки договориться о каких-то возможных параметрах повестки дня на уровне заместителей министров иностранных дел, замминистра иностранных дел России и заместитель госсекретаря США встречались несколько раз. – Ну, это, я понимаю, это так называемая комиссия Шеннона-Рябкова. – Да, да, ну не комиссия, но встречи были и пытались определить повестку дня, но политическая атмосфера, политическая обстановка, политические обстоятельства, внутриполитические в основном в США, они не позволили договориться. – Все равно ведь, я просто вернусь к своему вопросу, что все равно ведь, если на это смотреть, то от аналогий, я понимаю, вам, как непосредственному участнику событий, вы на это смотрите по-другому, но я и огромное количество моих коллег-журналистов нам всем от аналогий избавиться очень сложно. И аналогии про то, что идет холодная война, и аналогии про то, что те темы, которые обсуждали Горбачев и Рейган, судя по всему, примерно те же самые темы будут обсуждать Путин и Трамп, разоружение, НАТО, проблемы ядерного оружия и так далее, и так далее. Если две ситуации так или иначе, но с нюансами, я понимаю, но в целом так или иначе очень схожи. Дипломатически тогда это лучше получалось урегулировать, чем сейчас? Уровень дипломатии тогда и сегодня? Уровень дипломатии, на мой взгляд, сохранился. Эти структуры, эти институты, Министерства иностранных дел, они имеют устойчивость свою, и дипломаты работают. Все дело в политической обстановке, внутриполитической обстановки США. Руки Трампа в значительной мере связаны. Трамп, неважно по каким причинам, стремится нормализовать отношения с Россией. Но в нынешней внутриполитической ситуации очень трудно ему пойти на что-то конкретное. И надо еще признать, что, хотя о нем говорят, как о великом мастере сделки и так далее, какой-то конкретной повестки дня он все эти месяцы не предлагал. Это правда. Не предлагал. И Россия тоже, видимо, не смогла предложить какую-то повестку дня, которая сделала бы эту встречу содержательной и политически приемлемой в США. Но я думаю, что после встречи Трампа с Ким Чен Ыном, которая в целом прошла для него удачно, хотя документ, который был подписан, очень жидкий, там обязательств меньше, чем те обязательства, которые северокорейцы давали предыдущим президентам. И тем не менее, американцы это оценили как худой мир лучше доброй ссоры. И, видимо, Трамп понимает, что вот эти опросы его как-то поддерживают. И он может сейчас пойти на встречу с Путиным. И я думаю на принятие какого-то документа. Я предполагаю, что какое-то совместное заявление будет. И что Трамп на этом не проиграет, как минимум. А, возможно, даже внутри США получат какие-то очки. Как вам кажется, кому эта встреча, кому она нужнее? Владимиру Путину или Дональду Трампу? Я думаю, обеим сторонам нужно. Я думаю, обеим сторонам обязательно нужно не только провести полноформатную встречу, потому что, ну знаете, вот как-то беспомощно, честно говоря, выглядят лидеры, которые полтора года не могут даже организовать встречу. И ощущение того, что они владеют ситуацией, видимо, будет создано благодаря этой встрече. Она нужна обоим. А тогда, в 85-86 годах, я понимаю, что вопрос мой сейчас может спровоцировать огромную лекцию по истории Советского Союза, и по истории того, что происходило в 80-е, но, тем не менее, как вам кажется, все-таки главным инициатором движения навстречу друг другу? Можно сказать, что в процентном соотношении, условно говоря, больше Вашингтон шел? Или больше Москва и Северский Союз? Ну, если в процентном отношении, я думаю, примерно так, 60 на 40. Инициатива, безусловно, была наша, и она была сразу Рейганом принята. Но в то же время, как я считаю, большую содержательность встречи придала та подготовка, которая была проведена с нашей стороны. Я сказал, был проект совместного документа, и это позволило не только провести знакомство и рукопожатие, что первоначально предлагали американцы, а договориться о некоторых существенных вещах, изменить атмосферу. Второе, что я бы сказал, роль Рейгана, конечно, была велика. Потому что недавно приезжал посол Мэтлок, который тогда был помощником Рейгана по советским и восточноевропейским делам. И он рассказывал, что некоторые члены кабинета Рейгановского буквально не пускали его в Женеву. В частности, министр обороны Каспар Вайнбергер. Он до последнего бился за то, чтобы Рейган в Женеву не ехал. Договариваться с Горбачевым, это коммунист, это еще более опасный коммунист, чем другие лидеры. Не надо, невозможно. Рейган отклонил эту позицию и очень твердо настоял на своем. Так что я бы отметил роль тут обеих сторон и обоих лидеров. Кстати, пожалуйста, еще одна аналогия, насколько мы можем судить, у Дональда Трампа внутри его собственной администрации далеко не со всеми абсолютно гладкие и идеально безоблачные отношения. И не все его решения поддерживаются. Конечно, такого круговорота членов кабинета, сотрудников администрации, как у Трампа, не было вообще в послевоенный период. Люди от него уходят или он их выталкивает. Это, конечно, не очень хорошо, но что касается какого-то реального, серьезного сопротивления самой встречи, мне кажется, внутри администрации его нет. И не случайно один из самых жестких ястребов этой администрации, помощник по национальной безопасности Болтон, уже третий помощник Трампа по национальной безопасности, как утверждает, приедет в Москву готовить эту встречу. Что касается Конгресса, то республиканская партия выстраивается за Трампом, а демократическая партия против самого факта встречи выступать не будет. А если будет содержательное заявление, в частности, я думаю, обязательно должно быть в этом заявлении подтверждение приверженности сторон договору по ракетам средней и меньшей дальности, я думаю, что это будут приветствовать. Хотя, конечно, как и после встречи с Ким Чен Ыном, будут говорить, где реальное содержание, где механизмы осуществления договоренности. Нормальная будет критика, но скандала и истерики не будет. Трампу эта встреча, если она состоится, и если он не наговорит чего-то уж совсем лишнего, будет выгодно. Если позволите, последний, наверное, вопрос. Вопрос, все-таки учитывая взаимные претензии, которые существуют, и абсолютно конкретные претензии, которые существуют. Нет ли ощущения, что эта встреча будет для того, чтобы не стало хуже, а не встреча для того, чтобы сделать лучше? Потому что противоречия по Крыму, уйдут они куда-то в ближайшее время, едва ли. Противоречия по тому, что происходит в Украине, или убежденной значительной части американского истеблишмента, что Россия вмешалась в американские выборы, это также будет по-прежнему с нами. Ну, Крым, вопрос, который, я думаю, не будет обсуждаться, и обсуждать его в обозримом будущем, я думаю, нет смысла. Другие аспекты украинского кризиса, мне кажется, можно было бы обсуждать, хотя, к сожалению, те переговоры, которые велись на уровне Волкера и Суркова, оказались несодержательными. Что касается других вопросов, вмешательства в выборы, идет расследование, и обоим президентам можно вполне, хотя бы именно по этой причине, можно вполне, так сказать, отставить в сторону. А вот другие темы, противоречия есть по другим темам, но именно для этого и встречаются президенты. Ну, скажем, вот вопрос о договоре о ракетах средней дальности. Договор выполнен, все ракеты уничтожены, но есть взаимные претензии. Насколько эти претензии обоснованы с технической стороны, мне судить трудно. Но специалисты говорят, что при определенном политическом импульсе, при определенном нажиме со стороны президентов договориться можно, потому что, в принципе, договор действительно соблюдается. Он выполнен, он соблюдается. Таких ракет, по большому счету, нет. Ну, есть претензии по некоторым там пусковым установкам, по испытанным, по некоторым стрельбам, которые были с пусковых установок. Эти претензии специалисты могут либо урегулировать, либо договориться махнуть рукой. Но, по крайней мере, не ухудшать ситуацию. Так что вы правы, да, этот саммит нужен для того, чтобы ситуация не ухудшалась. И этот саммит нужен для того, чтобы открыть перспективу нормализации отношений. Никаких причин для того, чтобы не вести диалога, нет. Причин для противоречий, причин для споров, конфликтов, да, много. И та первоначальная надежда некоторых членов нашего российского эстаблика, что вот мы сейчас соберемся и договоримся по-пацански, это была иллюзия. Но сейчас, мне кажется, уже с обеих сторон иллюзий нет. И поэтому можно договориться о том, как проложить путь постепенной нормализации отношений. И как бы ни относиться к тому руководству, к нашему руководству, это было бы хорошо. Это нужно. То есть у вас такой осторожный оптимизм? Безусловно, осторожный оптимизм есть, потому что ситуация не безнадежная. А главное, улучшение этой ситуации нужно и нам, и европейцам, и, я думаю, оно нужно Америке. Не лично Трампу, это не важно. Ну, конечно, потому что, наверное, в такой ситуации, в таком виде, как сейчас, ситуация вечно оставаться не может. Конечно, об этом говорил бывший госсекретарь Тиллерсон, что наши страны таких отношений позволить себе не могут. Ну, вот не удалось начать процесс выравнивания отношений. Сейчас, я думаю, он начнется, он будет очень тяжелый. То, о чем вы говорили, обвинение в вмешательстве в выборах, да, это будет на первом этапе отложено. Но со временем это будет очень сильно мешать, потому что специальный прокурор доклад подготовит. Там будут всякие вещи. И тем не менее, и в таких условиях надо вести диалог, надо вести разговор, надо вести переговоры, потому что это норма международных отношений. И тем более должно быть нормой в отношениях между двумя ядерными по-прежнему сверхдержавами. Спасибо. Благодарю вас. В нашей студии был переводчик Михаила Горбачева, Павел Палашченко. Мы говорили о предстоящей, судя по всему, встрече Дональда Трампа и Владимира Путина. И о встречах, с которыми эту встречу сравнивают Михаила Горбачева и Рональда Рейгана. Редактор субтитров А.Семкин